здравствуйте уважаемые друзья сегодня у нас похолодание до минус 7 градусов но тем не менее на дорогах довольно таки сухо нет никакого дождя и это само по себе замечательно на повестке дня вопрос такой из разряда курьезных я бы сказал вопрос по поводу того что если бы вот случилась война между россией и канадой как бы я себя вел пошел бы воевать против россии и под этим вопросом был еще комментарий что типа если бы началась война между россией и канадой то я был бы интернирован как это было и не помню кого приводили в пример а японцы приводили в пример или там украинцев тоже когда была первая мировая война их тоже интернировали они в концлагере были и собственно меня бы ожидала точно такая же судьба и собственно что я по этому поводу могу сказать во первых вопрос действительно из разряда курьезно потому что мне вообще очень трудно представить что в россии и канада могут между собой воевать в связи с того что в россии и канада нигде между собой не пересекается в плане каких-либо интересов кроме как там вот эти вот бодания за арктический шельф за ресурсы нефтяные которые есть в этом самом регионе каких-то других моментов где бы пересекались интересы россии и канады я лично не вижу соответственно сам вариант того что может быть какая-то войнушка заварушка там так далее конфликт а он весьма гипотетически скажем так однако если вот возникает если вот представить да что такое произошло чтобы я делал я просто хочу сказать что в отличие от российской федерации армия в канаде это контрактная армия для того чтобы попасть в канадскую армию надо пройти хреновую тучу всяких разных испытаний тестов там и так далее туда очень очень большой конкурс на одно место и грубо говоря кого попало с улицы не берут я это к тому говорю что не по определению не светит в плане вот теоретическому до попасть канадскую армию потому что я туда не поступают а я там я не иду на службу в канадскую армию соответственно по определению я туда не попадаю вообще потому что потому что это мимо касса то что называется воевать будет армия я буду в этот момент находиться дома и чем-нибудь заниматься какими делами то есть уже в этом плане можно сказать что даже если мы теоретически придат представим что возможно какая-то войнушка меня там не будет силу того что не я не являюсь членом канадских вооруженных сил это вот такой вот ответ что было бы возможно ли интернирование там вот как это было на примере японцев во время первой мировой войны я думаю что это маловероятно по той простой причине что и канадское американского что потому что это интернирование было и у канадцев и американцев и канадское американское общество признала что это неправильно что такого быть нет может быть никогда ни за что и приноси принесло уже огромное количество извинений за вот эту политику за вот эти действия поэтому я не думаю что будут какие-то санкции против любых стран с кем канада воюет канада он воюет сейчас я не знаю там по крайней формально находится в состоянии военного конфликта сирии но при этом канада приглашает несколько десятков тысяч сирийских беженцев для того чтобы они спрятались от войны здесь поэтому в этом плане я вообще даже голову себе не заморачиваю а каково было мое состояние захотел бы я вернуться домой в россию для того чтобы защищать интересы российской федерации нет наверное нет наверное я могу объяснить почему потому что за исключением событий второй мировой войны где очевидно была агрессия со стороны фашистской германии я не припомню чтобы в новой истории в современной истории россия вела какую-то такую справедливую войну скажем так и я подозреваю что если возможен какой-то конфликт между канадой и россии опять же говорит бред на самом деле это просто бред такого быть не может то вряд ли эта война будет инициирована канадой потому что канада еще раз повторю банальную мысль канада это та страна который по большому счету вообще ничего не надо у канады огромные территории вторые после россии на которой проживают всего 30 там 35 миллионов человек нам не надо чужих земель нам не из-за чего ни с кем воевать не с кем-то мы здесь отношения просто тупо не из-за чего если война и будет война будет исключительно продуцирована российской федерации но мне тоже честно говоря трудно представить чего вдруг российская федерация во что-то пишется и вяжется вариант гибридной войны как это происходит на территории украины но это не война в прямом смысле россия и украина находятся в недружественных отношениях но при этом никакой войны между ними нет никто не отзывал своих подслов никто не говорил о том что я объявляю тебе войну то есть формально никакой войны нет чтобы там украинские сми не говорили россия может делать какие-то там гадости из-под тяжка другим странам загребать руками жар условно говоря но собственно и все ну то есть я не знаю я учат пытаюсь рассуждать на тему того что чего на самом деле быть не может в любом случае могу сказать что я ни в каких военных действиях все более между моими двумя родинами принимать не собираюсь я считаю это бредово маловероятно и в любом случае я буду стороне от этого потому что я считаю что в данной ситуации я не могу брать оружие против своей первой родины и я взял бы в руки оружие если мы говорим о конфликте канаде если канада принимал бы участие в войне там за свою территорию за свои независимость с каким-то третьим государством но не не более того так что вот такой вот мой ответ кому-то он может быть не понравится но я так думаю это моё мнение все друзья мои над ним откланиваюсь всем хорошего дня и счастливо